С каждым днем машин на планете становится больше. Выпуск железных лошадей значительно превышает их утилизацию. И эта проблема не только городов-миллионников. Так, самым автомобильным городом по плотности транспорта по праву считается Владивосток. Здесь на каждую тысячу жителей приходится по 566 автомобилей, при том, что общая численность населения города чуть более 600 тысяч человек. В 1998 году во Франции было решено 22 сентября сделать днем без автомобиля. И уже через 10 лет эту традицию подхватили десятки стран по всему миру. В этот день многие отказываются от поездок на личном транспорте, пересаживаются на общественный, ездят на велосипеде, а то и вовсе идут пешком. Уже не первый год Владивосток буквально болеет массовой велосипедизацией. Оседлась железного коня стремятся и взрослые, и дети. В городе появляется все больше общественных движений за экологичный и экономичный транспорт. Правда, для поклонников велосипеда это пока лишь хобби. И только для единиц стиль жизни. Полный отказ от автомобиля это, конечно, очень серьезное решение. И таких случаев я, к сожалению, может быть, не знаю. Но есть люди, которые, начав кататься на велосипеде, используют в повседневной жизни велосипед вместо своего автомобиля. То есть в некоторые дни, когда особо сильные пробки, или когда им просто не хочется тащиться по жаре в закрытом автомобиле, они выезжают на работу на велосипеде, едут на нем домой и счастливы. Машина для одних дел, велосипед для других. День без авто, как напоминание людям о том, что современные автомобили разрушают и уничтожают окружающую среду. И лучше пользоваться ими поменьше. Только тогда, когда это действительно нужно. Ведь владельцы авто часто доходят до крайностей и садятся за руль своей машины даже тогда, когда можно без проблем воспользоваться общественным транспортом или пройтись пешком. Вы смогли бы отказаться на один день? Нет, с ребенком это невозможно, я считаю. Ну а так? Нет, я люблю водить машину. Видите, я пешком хожу, прогуливаюсь. Без автомобиля. Ну а он где-то здесь рядом, да? Нет, около работы. Ну, наверное, смог бы, если бы забот никаких не было бы. Вот сейчас ребенка надо в бассейн собирать, а спортивные магазины, вот, представляете, мы живем на Чуркине, а ехать пришлось аж сюда. Как без автомобиля? На общественном транспорте, если бы было все комфортно и было меньше людей в автобусах, тогда, конечно, когда толпучка, особенно с утра, ездить особо невозможно, поэтому пока нет. Да, я поехал бы на рыбалку, отдохнул бы заодно. На троллейбусе, не на электричке. Тем не менее, во всемирный день без автомобиля Часпик доказывает, что Владивосток – один из самых автомобильных городов России. Видимо, репутация все-таки превыше всего. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.